Сейчас пробежимся по отряду по типу кишечно-полосных и постараемся проговорить с вами про гидроидных, про гидру и далее уже про всех остальных представителей именно кишечно-полосных. Если мы будем говорить про гидру, то здесь у нас должны быть определенные понятия. Для начала у нас у гидр тело состоит из двух слоев клеток, внешние и внутренние, так называемая эктодерма и энтодерма. Еще у нас есть тонкий промежуточный слой клеток, так называемая мезоглея, но мы чуть позже об этом с вами поговорим. Поскольку тип называется кишечно-полосный, то тут уже можно предположить, что у нас есть просто кишечная полость. Соединяется с внешним миром кишечная полость одним отверстием, это ртом. И, соответственно, она окружена определенными щупальцами. Хищники этими щупальцами у нас охотятся, захватывая пищу, предварительно впрыскивая в нее паралитический, так сказать, яд. Так, нервная система у нас самая примитивная, это диффузного типа, это типа сеточки. Идет раздражение на определенные рефлексы. Ну и чем известны гидры и чем они очень интересуют ученых, это то, что у них имеется высочайшая степень регенерации. То есть, в принципе, гидры, они могут любое ранение регенерировать, восстановить свое тело. Размножение у нас бывает бесполое по чекованию или половое с помощью половых клеток. Итак, перед вами рот гидра. Вот вы можете ее такую вот видеть. Чем у нас гидры, гидроидные наши, да, гидры, чем они известны? Это тем, что они у нас неподвижны. Они сидят, имеют сидячий образ жизни, сидят постоянно на каких-то подводных предметах. Ну и как вы сразу поняли, эти данные животные, они обитают у нас в воде. Соответственно, у нас есть подошва, у нас есть молодая гидра вот здесь, да, развивающаяся. И вот здесь она тоже у нас показана из материнской особи. И вот здесь кишечная полость, соответственно, с ответвленными щупальцами, ротовое отверстие. Так как данный рот у нас примитивен, вообще кишечно-полостные – это примитивное у нас создание, то у нас и через ротовое отверстие заходит как пища, так и выходят продукты жизнедеятельности. Точно такой же тип пищеварения мы можем видеть, в принципе, у всех достаточно примитивно созданных живых созданий. Это мы будем говорить с вами про кишечно-полостных, это мы будем говорить с вами про первых червей, да, которые у нас появляются. В результате эволюции, конечно, у нас все эволюционирует, очень развивается, но для своего времени, для своего периода появления гидра была безумно удачливым и охотником, и она у нас была, в принципе, достаточно развитая, да, потому что представьте себе, что вот такой вот вид у нас появился, который еще может и охотиться, и защищаться. Значит, что хочется сказать, эпидерма формирует покров тела нашего животного, именно гидры, и состоит из нескольких типов клетки. Это эпителиально-мускульные клетки и стрекательные клетки, еще есть промежуточные, так называемые, клетки. Самые многочисленные из них – это эпителиально-мускульные, за счет чего гидра может сокращаться. Она может удлиняться, изгибаться, может втягиваться, то есть как бы превращаясь в более такой короткий бочонок. Там у нас будет слайд, на который мы можем это все посмотреть. Очень интересно гидры реагируют. Если вдруг тело гидры повреждается каким-либо, да, способом, то они начинают усиленно, эти клетки, да, мускульные, они начинают усиленно расти, делиться, ну и, соответственно, впоследствии они полностью восстанавливают внешний облик гидры, полностью заживляя у нас животное. Если вдруг кто-то крупный или не очень крупный у нас проплывает мимо гидры, гидра всегда реагирует, всегда. То есть нельзя просто пройти мимо животного, если по каким-то причинам задевается один из ее щупалец, то моментально идет выстрел так называемый. То есть гидра реагирует, и гидра пытается атаковать объект или же его захватить. Мы вчера уже с вами говорили, что на концах щупалец у нее находятся специальные стрекательные клетки, в которых содержится определенный яд и ядовитая жидкость, да, и данные щупальца, они очень чувствительны, и чувствительны в первую очередь к прикосновению. Как вы понимаете, у гидр нет органов зрения, поэтому они ориентируются только на прикосновение. И вообще ориентируются по каким-то внешним раздражителям. Мы можем увидеть, собственно, вот эту самую клетку. Вот таким вот образом у нас выглядит именно окончание щупальца гидры. Вот здесь вот у нас находится чувствительный волосок, именно и он реагирует на какой-то раздражитель. То есть если никто у нас гидру не трогает, соответственно, эти клетки нам не нужны, и они никак у нас не расходуются. Так. Если мы будем с вами говорить про пищеварение, да, про способность к пищеварению гидры. Значит, у нас существуют еще пищеварительно-мускульные клетки, которые у нас выстилают кишечную полость. Ну и, соответственно, благодаря им у нас происходит пищеварение. Пищеварение идет двух типов. Идет полостное пищеварение внутри кишечной полости и идет пищеварение внутри клеток. Каждая клетка у нас имеет жгутики. Они колеблется, образуя так называемые волны вот этих вот движений внутри гидры. И пищеварительные частички просто подгоняются данными клетками, данными жгутиками. Так. Что еще хочется сказать? Значит, у нас кровеносной системы у гидры нету. Органов дыхания у гидры нету. Она поглощает кислород из воды всей поверхностью тела, поскольку она в воде у нас обитает. И поглощает кислород, который у нас был растворен в воде. Нервная система у нас осуществляется подкожно-мускульными клетками, которые у нас распространяются в виде... Ну, такой... Имеют звездчатую форму и как бы образуют вот такую вот, посмотрите, сеточку интересную. Гидра обычно реагирует на какое-то прикосновение именно в виде рефлекса. То есть сама по себе от каких-то изменений внешней среды она не может ни сжаться, ни особо, да, растянуться. Здесь у нас идет именно рефлекторная реакция. Хотя за жертвой, да, если за жертвой куда-то жертва будет отрагиваться до ее щупалец, она способна удлиняться для того, чтобы лучше захватить ее. По поводу размножения, да, как любое существо, живущее в воде, гидра готова к размножению в период неплагоприятных условий, да. Если условия у нас благоприятные, если у нас светло, тепло, много пищи, достаточно теплый климат, ничего не угрожает нашей гидры, то она прибегает исключительно к бесполому размножению. Что же значит к бесполому размножению? При благоприятных условиях гидра размножается почками. То есть на ее теле у нас образуется почка. Вот мы можем ее увидеть. Она со временем начинает тихонечко расти, развиваться. На ее теле образуется как бы маленькая, хорошо сформированная гидра, которая впоследствии у нас просто отделится от материнского тела и прикрепится где-то рядом с матерью, да. Поэтому очень часто гидры у нас живут именно колониями, да. При таким вот условиях, при благоприятных. Если вдруг у нас приходят какие-то неблагоприятные условия, например, у нас приходит холода, ну и, соответственно, какой-то водоем, в котором у нас гидра обитает, у нас будет изменяться температура воды. Тогда вот к приближению вот этих вот холодов в эктодерме гидры в промежуточных клетках образуются половые клетки. Сперматозоиды подплывают к гидре с яйцеклеткой и проникают внутрь нее, да. Причем ядра обоих половых клеток обязательно сливаются. После этого у нас образуется яйцо с очень толстой оболочкой. Для чего толстая оболочка яйца? Просто для того, чтобы животное могло пережить неблагоприятные условия, да. Ну и после яйцо у нас остается в полости гидры. Яйцо остается внутри гидры, потом при смерти матери, да, когда гидра погибает от неблагоприятных условий, ее тело разрушается, и яйцо остается живым. Оно падает на дно. Из этого яйца будет развиваться впоследствии маленькая гидра, которая выходит наружу через разрыв в оболочке яйца. Ну и таким образом многоклеточное животное, да, выходит из яйца и начинает свою жизнь. Это все, что касается именно гидроидных. Это все, что именно касается рода гидра. Еще мы о чем с вами поговорим. Это у нас будут сцифоидные, цикла сцифоидная, а именно сцифоидные медузы, да. Это также морские обитатели, в основном, да, обитатели океанов, но также и морей, да. Медузы могут быть как от микроскопических, так и до огромных размеров. Достаточно большой диапазон видов. Это свобода живущие виды. Так, если мы будем разбираться в строении именно медуз, то мы должны знать, что здесь, в отличие от гидр, здесь у нас хорошо развитая мезоглея. Напоминаю, что мезоглея – это у нас промежуточный слой между эктодермой и энтодермой. Соответственно, лежащая посередине, она служит у нас опорой нашего животного. Соответственно, вы должны понимать, что именно медуза хорошо держит форму. Потому что, когда вы данный купол медузы вынимаете даже из воды, она у нас не растекается, а держит определенную форму именно вот этого купола. Нервная система у медуз достаточно хорошо развита по сравнению с гидрами. Она представлена у нас нервными сплетениями. У гидры есть также уже примитивные органы чувств. Они у нас находятся по краю нашего колокола. Это светочувствительные глазки. То есть определенное, можно сказать, зрение появляется. То есть медузы способны двигаться в направлении света. А также у нас есть органы, благодаря которым у нас держит равновесие наша гидра. Ротовое отверстие у нас находится на нижней части нашей медузы. То есть получается между щупальцами, щупальцами к другому. У нас можно еще назвать вот этими ртомовыми полостями. Очень часто на концах щупалец у наших медуз находятся также стрекательные клетки. Иногда стрекательные клетки у нас находятся на концах купола. В зависимости от того, какой вид медузы у нас находится перед нами. Как и гидры, медузы у нас дышат всей поверхностью тела. В принципе, гидры, гидры медузы по своей природе, они раздельно полые. То есть у нас существуют и самки, и самцы. Размножение у них происходит очень интересным путем. У большинства медуз у нас наблюдается чередование полового и бесполого поколения. Почему у большинства? Потому что у нас существуют медузы, которые утратили вот это вот бесполое поколение. О них тоже чуть позже вам скажу. Так, вот здесь вот мы можем увидеть схему размножения нашей медузы. Личинка нашей медузы, она свободоплавающая, называют ее планулой. После оплодотворения, оплодотворение у нас происходит в воде, у нас образуется зигота. И из зиготы формируются личинки, личинки планулы. Они у нас свободно передвигаются и потом, впоследствии, у нас оседают на дно в каком-то благоприятном месте, которое им нравится. И дают начало полипу, да, которая у нас называется цифистомой, которая может размножаться почкованием. Да, вот это очень интересная особенность. То есть, если у нас от медузы отделяется кусок ее там купола, кусок ее щупалец, то из этого, из этой части медузы у нас не способна образоваться медуза. То есть, да. Но при этом, если у нас от цифистома, да, отделится какой-то небольшой кусок, да, при, например, сильном шторме или от того, что повредит какое-то, да, крупное существо, то от этой части у нас формируется полип, да. Мы можем вот здесь вот ее увидеть. Вот у нас развивается полип. Вообще, смотрите, здесь у нас показано развитие нашей медузы через яйцо. Но вообще, обычно у нас здесь будет личинка. Личинка свободоживущая, она, да, чем-то похожа на небольшую такую медузку, которая у нас может куда-то тоже плавать. Хотя яйцами они тоже развиваются. В зависимости от разных видов медуз у нас происходит разное размножение. У нас яйцо прикрепляется к субстрату, прорастает. Посмотрите, вот у нас происходит стадия полипа. А далее в процессе формирования, когда у нас наступают благоприятные ситуации, то есть у нас тоже достаточно долгое время, у нас теоретически этот полип может существовать, у нас на теле полип появляются перетяжки, и которые потом постепенно начинают делиться поперек. И образуют молодые медузы, да, молодые дисковидные медузы, которые в процессе развития дозревают, дорастают до взрослой медузы. Вот у большинства медуз у нас существует вот эта вот бесполая стадия существования в виде гидры, и она достаточно важна, потому что в какие-то определенные ситуации, определенные условия жизни гидропережит... Медузы переживают, переживают именно в стадии гидры. Но есть у нас также медузы, которые у нас отказались от вот этого полипоидного состояния. Таких медуз сейчас в отдельный вид у нас вынесли, да, их называют у нас трахимедузами. Сюда у нас входит всего несколько типов медуз, да, которые трахелиды или пелагии, у которых пропало полностью полипоидное вот это вот состояние, то есть они размножаются у нас только половым процессом с образованием яйца. И уже потом из яйца впоследствии... Яйцо здесь не имеет никаких органов движения, что помогает яйцу передвигаться. Яйцо у нас будет дрейфовать в воде, в каком-то слое воды, и впоследствии будет развиваться уже в маленькую медузу, да, которая впоследствии будет у нас расти, развиваться и дозревать до состояния взрослой медузы. У каких же медуз существует вот это вот самое половое, только половое размножение? А это у медуз, которые у нас живут в океанах, где нет неблагоприятных, где не наступает неблагоприятных условий, где, в принципе, температура воды не сильно колеблется, не в сильном диапазоне, и где медузы могут себя вольготно чувствовать в течение всей жизни. Понимаете, да? То есть, опять-таки, здесь, как и у гидр, у нас происходит ситуация, если у нас наступают неблагоприятные условия, у нас, то есть, живущие, животные, живущие в водах с достаточно большим диапазоном колебания воды, где у нас вода сильно достаточно охлаждается, у нас существует вот эта полипоидная стадия бесполого размножения. Если у нас животное живет в достаточно благоприятных, постоянных условиях, то она просто теряет необходимость к полипоидной стадии. А зачем она ему нужна, когда у нее и так всегда все хорошо? Так, абсолютно все медузы, именно наши, да, трахимедузы, они живут у нас в нектонных слоях воды, то есть, они нектоны, да? Что это значит? Что это вообще за слово? Вы должны обязательно его знать. У нас есть нистон, есть планктон, есть там, да, бентос, известные нам слова, и вот есть, да, нектоны. Что же это такое? Нектон – это животные, которые у нас будут жить в толщах воды и, соответственно, передвигаться там. Если мы будем говорить про нистон, раз я уж, да, упомянула это слово, то нистон – это совокупность организмов, которые обитают у поверхности воды, да? Нистоны – это обычно какие-то мелкие представители. Например, если мы будем говорить с вами про мелких медуз, достаточно маленькая медуза – это морской кораблик, может быть. Да, морской кораблик, может быть, вы слышали об этом. Это одна из самых ядовитых медуз в мире. У нее достаточно сильный паралитический яд, она способна парализовать человека. Это небольшая медуза, которая помещается в ладони человека, то есть она мелкая, и она, как вы понимаете, она ведет вот этот вот, ну, как она, неистонный житель. То есть это житель, который ведет образ жизни на поверхности, в верхних слоях воды, у поверхности воды она живет. А вот наши медузы – это как раз-таки у нас нектонные, то есть они где-то в середине, в глубине воды живут. Когда мы будем говорить с вами про бентоз, бентоз – это у нас совокупность организмов, которые живут у дна, то есть это представители. Как вы понимаете, медузы у нас при дне, около дна, жить не способны. Итак, интересная особенность всех медуз заключается в том, что у медузы всегда в любом состоянии у нас их щупальца готовы жалить. Знаете, да? То есть проплывая мимо, у нас задевая какое-то… То есть это что-то в духе гидры, да? У нас проплывая мимо, у нас медуза жалит. Но еще есть такая особенность, что яд медуза может выделять также и в воду. Поэтому, может быть, вы знаете такую у нас интересную особенность, что если вы покупаетесь в море, и в море у нас достаточно большое количество медуз, достаточно большая плотность медуз на один квадратный метр, грубо говоря, то после того, как медузы у нас, допустим, отступят или из-за шторма их, например, выкинет на берег и так далее, в воду входить очень неприятно и очень опасно, потому что этот яд у нас находится в воде и создается ощущение, как будто сама вода жалится. Может быть, вы с этим сталкивались. Тоже интересное такое отступление, что если вдруг вас ужалила медуза, то нужно обязательно сделать что? Мы обязательно должны это место промыть жидкостью с повышенной кислотностью. Например, хорошо подходит вода с небольшим количеством лимонного сока или же минеральная вода с повышенной кислотностью, потому что именно от кислоты у нас яд разрушается. Да, вот есть такая у нас интересная особенность. Далее хочется поговорить еще про одного представителя. Их, на самом деле, очень редко о них разговаривают. И, в принципе, в вот этом школьных олимпиадах у нас не очень часто говорят про коралловые полипы, но все-таки мы должны с вами на них немножечко остановиться, потому что коракловые полипы, в принципе, это у нас представители кишечно-полосных. Если уж мы начали разговаривать именно про кишечно-полосных, то мы должны с вами проговорить и про полипы. Соответственно, это также беспозвоночные, они также умеют стрекать, они умеют жить как колониями, так и одиночными, донными организмами. Итак, для начала мы начнем с того, что кораллы – это у нас раздельно полое животное. У нас в жизненном цикле, как вы понимаете, преобладает полипоидная форма. Кораллы у нас не имеют стадии медузы, и половые клетки у нас, собственно, развиваются у них внутри полипа, то есть вот в этой полости нашей, да, полипа. Полипы сами по себе могут быть совершенно разной формы. Вот я, да, выставила вам вот такой вот вид полипа, но на самом деле, если посмотреть по их разнообразию, их там несколько, там, десятков или сотен видов, да, в зависимости от вида полипа, меняется и вид, и форма их, да, грубо говоря. Как вы понимаете, колониальные полипы, они образуют поселения, формируют рифы, коралловые способные острова формировать, и, в принципе, имеют очень большое экологическое значение. Экология, ну, вообще, экология имеет большое значение, потому что именно благодаря кораллам у нас идет формирование морского и океанического дна. Так, но существует, кстати, у нас небольшой вид кораллов, которые могут жить по-одиночке. Самое известное для нас – это актиния. Мы наверняка могли их видеть. Щупальца актиний, как вы понимаете, они тоже встрекающие, они тоже жалящие, и она способна ими шевелить, можно так сказать. Они обычно у нас от внутреннего вот этого течения также могут колыхаться из одной стороны в другую. Кораллы у нас и полипы сидят на так называемой подошве, в которой они прикрепляются ко дну. Что хочется сказать про размножение? Вот тут, да, небольшие такие особенности. Значит, гонады у нас находятся в эктодерме, и сперматозоиды, они у нас передвигаются вместе с течением воды, да, и проникают внутрь нашего коралла именно через ротовое отверстие. Как вы понимаете, у кишечно-полосных второго отверстия нету. То есть все у нас проникает через рот вместе с жидкостью. И сперматозоиды не исключение. Проникают, как вы понимаете, в женскую особь, ну и происходит оплодотворение. И впоследствии из зиготы у нас развивается личинка планула, которая впоследствии покидает материнский полип, да, и прикрепляется к какому-то подводному объекту, обычно где-то недалеко от материнской особи. Соответственно, таким образом у нас вот это вот поселение кораллов, она у нас тихонько развивается в ширину, расселяется, можно так сказать. Значение кишечно-полосных у нас достаточно велико, да. Мы должны с вами знать, что, во-первых, у нас кишечно-полосные входят в состав пищеварительных цепей, у нас они участвуют в образовании дна, да, океанического и морского. Коралловые рифы, да, является у нас местообитанием беспозвоночных животных и рыб, да. Ну и многих кишечно-полосных употребляют в пищу. Как вы понимаете, все это происходит у нас на территории Китая и Японии. Некоторые медузы у нас считаются большим деликатесом. В том плане, что именно купол медуз отделяется от щупалец, отделяется, да, от всех вот этих вот ядовитых стрекательных клеток. И потом измельчается из него, кстати, даже делают салат. Представляете? Так, ну и еще плюс, вы, наверное, знаете, что те же самые актини, которые широко известны в мире, они являются местом обитания рыб. Многие смотрели мультфильм «В поисках Немо» и прекрасно знаете, что есть рыбы, которые совершенно не реагируют на яд актиний и живут под покровительством, так сказать, их стрекательных щупалец. Это все, что нам нужно знать про кишечно-полосных животных. Далее у нас с вами пойдет достаточно большая, достаточно активная и интересная тема. Это тема черви. Значит, когда мы будем с вами говорить про эволюцию наших животных, мы сможем с вами увидеть от одного типа к другому, как у нас усовершенствуются и меняются живые организмы. То есть мы с вами увидели, что, в принципе, у нас наши гидры были достаточно примитивны, у нас достаточно более развиты были медузы. А теперь мы посмотрим с вами на совсем другой тип, и мы увидим, что есть животные, которые тоже эволюционировали и приобретали какие-то определенные эволюционные, как сказать, приспособления. Тип червя распределяется на три типа. Это плоские черви, это круглые черви и это кольчатые черви. Вы наверняка все об этом знаете. Черви – это у нас подразделяются на первично-ротах. Что еще хочется сказать? Самые примитивные из них, примитивно развитые – это у нас плоские черви. И с них обычно начинается у нас изучение. Далее у нас потом идут круглые черви. И, конечно, более развитые, более эволюционно сформированные – это кольчатые черви. Сегодня буквально в нескольких словах мы с вами поговорим про плоских червей. Плоские черви – это достаточно древняя группа многоклеточных, двусторонне симметричных животных. Когда мы с вами говорим «дусторонне симметричных», это значит, что здесь у нас появляется совершенно другая симметрия, которая у нас не свойственна гидрам, которая у нас не свойственна медузам и кораллам. В этом у нас идет двусторонняя симметрия. То есть у нас органы, внутренние органы наших червей располагаются справа и слева от центральной оси. Итак, если мы будем говорить про особенности, вкратце, про особенности именно плоских червей, то представители плоских червей у нас здесь – это будут ресничные черви. Самый яркий представитель – это у нас будет белая планария. У нас будут сосальщики – это печеночный сосальщик. И ленточные черви. Самый яркий представитель – это у нас бычья цепень. Форма тела у нас будет вытянутая, уплощенная. Что значит уплощенная? Это она сплюснута с двух сторон, в спинно-брюшном направлении, можно так сказать. Полость тела у нас отсутствует, за счет чего у нас и имеет такую форму тела, приплюснутую наше животное. Вот эта полость, она заполнена рыхлой паренхимой. И пищеварительная система замкнутая. То есть у нас существует только рот. Все. То есть через рот все выходит, через рот все выходит. Кровеносной системы нет. И дыхание у нас осуществляется через всю поверхность тела. Это если мы с вами вкратце, очень быстренько. Ну и выделительная система – это разветвленные канальцы у нас. Это если мы с вами вкратце поговорим про плоские черви. Сейчас мы постараемся с вами более подробно поговорить про ароморфозы наших плоских червей. Итак, в первую очередь у нас здесь двусторонняя симметрия появляется. Как вы понимаете, это у нас, как я уже сказала, от центральной симметрии, от центральной линии, вот здесь центральной оси, у нас располагаются органы. То есть как справа, так и слева у нашего животного одинаковые органы имеются. Например, нервная система у нас здесь лестничного типа появляется. Соответственно, как вы понимаете, у нас и справа, и слева одинаковые нервные узлы идут на протяжении всей длины тела. Далее у нас появляется кожно-мускульный мешок плоских червей. Он впервые возникает. И он представляет собой единую систему и покровных, и мышечных тканей. На самом деле эволюционно это очень крутое приспособление. Здесь у нас появляется третий зародышевый листок, мезодерма. У гидроидных, у сцифоидных, мы знаем, только были два типа тканей. Это эктодерма и энтодерма. Здесь у нас появляется уже мезодерма. Но про зародышевые листки, конечно, нам нужно будет более подробно поговорить про эмбриональное развитие наших червей. И мы с вами об этом будем говорить после того, как мы все три типа червей с вами обсудим. То есть сейчас нужно знать, что наши плоские черви – это трехслойные животные. Третий слой появляется. Ну и, соответственно, раз мезодерма у нас появляется, у нас идет хорошее развитие мышечного аппарата нашего животного. Потом у нас идет появление переднего конца тела с определенным комплексом чувств. На переднем конце у нас тела у нас находятся щупальца, которые у нас по… Так, давайте-ка. Вот так. Щупальца, да, вот эти вот выросты, которые у нашего свободоживущей планарии как бы помогают червю ощупывать дно и находить какие-то пригодные для пищи компоненты, да, можно так сказать. Плюс у нас здесь появляются достаточно слабо развитые глаза. Ну и плюс у нас здесь еще есть определенный орган, который у нас развивает, который отвечает за химическое чутье. То есть у нас идет, как это сказать, реакция на какие-то чужеродные химические агенты в воде. Нервная система, как вы видите, у нас она нервного типа, лестничного типа. Вот так вот она у нас выглядит, да. У нас есть продольные нервные стволы, вот они идут, да. Ну а посерединке у нас идут поперечные стволы и создается ощущение, что перед нами такая вот лесенка, да. Как вы понимаете, вы можете видеть, что именно к нашим вот этим щупальцам у нас подходит также нервное окончание, соответственно, благодаря чему щупальцы очень чувствительны. И это все идет, вот эти ощущения, грубо говоря, от ощупывания дна у нас идут планарии непосредственно к нервной системе. Мозга здесь нет, как вы понимаете. Выделительная система. Если мы будем говорить про выделительную систему, то она у нас достаточно простая и представлена протонефридиями. Это, как сказать, органы, которые предвестники почвы. Существуют также половые органы, мужские половые органы – это яичники. Специальные органы размножения появляются, которые относятся к наиболее сложно устроенных. Так, женская половая система у нас включает в себя яичники, желточники, матка. И, как вы понимаете, у нас происходит оплодотворение внутреннее. Еще хочется сказать немного про пищеварение. То есть пищеварение у нас тоже на самом деле здесь примитивное, хотя оно намного более развито, чем у кишечно-полосных, как вы понимаете. Видите, здесь у нас появляется передний и средний отдел пищеварительной системы. Передний отдел у нас представлен ртом. Он вот здесь вот находится. Он находится на нижней части тела нашего плоского червя. И также развивается глотка. Средний отдел – это у нас слепозаканчивающийся канал. Как вы понимаете, у нас планария поедает какие-то пригодные для пищи, что-то пригодное для пищи, да, какие-то небольшие найденные придонные останки, остатки. Ну и происходит пищеварение, и впоследствии продукты жизнедеятельности у планарии также у нас выходят через рот. Потому что, как вы понимаете, у нас пищеварение идет, нет у нас кишечника, нет развитого кишечника, у нас слепой тип пищеварения. Продолжение следует...